Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге Великие Музеи Мира, статуя Рамсеснахта, Харнак, Храм Амон-Ра, Тайник, 20-я династия правления Рамсеса IV, Рамсеса VI, 1153-1135 г. до н.э., гранит, высота 75, ширина 43. Храм Сеснахт являлся верховным жрецом бога Амона в период правления 20-й династии, когда культ Амона достиг своего апогея. Амон стал государственным богом империи, ему посвящались храмы по всей стране и за ее пределами. В Нубии главным же храмом, владеющим огромной собственностью, оставался Карнак. Должность жреца была наследственной. Как следует из надписи на основании статуи, она посвящена не только Храмсеснахту, но и его сыну Несу Амону, который впоследствии также стал верховным жрецом Амона. В надписи назван также Мири Бастет, любимый богиней Бастет, отец Храмсеснахта, который являлся писцом. Композиция показывает Храмсеснахта традиционной позе писца с поджатыми в коленях ногами, на которых лежит развернутый лист папируса. В правой руке он держит пищу-палочку из тростника, которая ныне утрачена. На плечах у Храмсеснахта сидит Бабуин, своими передними лапами, закрывающий часть головы жреца. Он был священным животным бога мудрости и письма Тота, покровителя писцов. Вот такое описание к работе статуи Храмсеснахта, Харнак, Храм Амон-Ра, Тайник, 20-й династии правления Храмсеса IV, Храмсеса VI, 1153-1135 годы до н.э. Описание по книге Великим музея мира. Пока-пока, до свидания.